Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня я снимаю еще один выпуск дневника выпускницы. Сейчас новогодние каникулы, но я все равно хочу не совсем забрасывать какую-то свою подготовку к ЕГЭ, тем более сегодня 4 января, и я впервые сажусь заниматься за эти новогодние каникулы. Сегодня у меня по плану посмотреть два вебинара по литературе, и первое, с чего мы начнем, это вебинар по роману Гончарова «Обломов». Я посмотрела совсем чуть-чуть только вчера, вот сегодня буду досматривать, но, конечно же, буду писать конспект, вот, потому что вчера я уже начала делать это. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле просмотр вебинаров мне дается достаточно сложно, потому что один вебинар длится 2 часа, и очень сложно сидеть все эти 2 часа, слушать все, записывать, концентрироваться. Не зря все-таки уроки у нас по 45 минут в школах, потому что вот реально, я посмотрю первые 45 минут вебинара, и потом я уже не могу сосредоточиться, мне нужно обязательно сделать перерыв, и также я смотрю почти все вебинары на где-то примерно 1,5х, я не могу смотреть на 2х, потому что для меня это слишком быстро, поэтому самый такой удобный для меня вариант это смотреть вебинары на 1,5х. Итак, налила себе чаек, и буду продолжать смотреть вебинары, осталось чуть-чуть. Вот, писать конспекты, там уже темнеет. Всем привет! Сегодня уже следующий день невника выпускницы. Вчера, к сожалению, не получилось сделать все, что я хотела, потому что там появились некоторые неотложенные планы. Сегодня у нас уже 5 января, и сегодня в мастер-группе Умскул уже будет первый вебинар по литературе. Это все вводные занятия, мне это не надо смотреть, потому что я занимаюсь Умскул уже давно, только вот в 16.00 будет вебинар, и я хочу поприсутствовать на нем прям онлайн, когда есть такая возможность, почему нет. Завтра тоже будет вебинар, завтра будет и по русскому, и по литературе. Я тоже хочу онлайн поприсутствовать. Вот, так что мы с вами сегодня продолжаем учиться. Сейчас стало гораздо серьезнее относиться к подготовке к ЕГЭ, потому что если предыдущие полгода я особо не парилась, я особо не нервничала, ничего такого, я по чуть-чуть совсем готовилась, то сейчас я поняла, что осталось всего лишь полгода до экзаменов, пора брать себя в руки и начинать серьезно и усердно готовиться, особенно к литературе и к русскому языку, потому что за математику я вообще не нервничаю, я ее очень хорошо знаю. Русский, в принципе, тоже более-менее нормальный, но нужно будет все равно смотреть вебинары. Вот, больше всего переживаю, конечно же, за литературу, но я надеюсь, что я обязательно справлюсь. Тем более, с ноября еще я занимаюсь с репетитором по литературе, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Да и вообще, с наступлением Нового года у меня как-то появилось очень много мотивации и желания готовиться как можно больше и усерднее. Меня это очень радует. Я надеюсь, что, когда начнется школа, я не потеряю весь этот энтузиазм и продолжу в том же духе, и также буду смотреть все вебинары вовремя и делаю все домашние задания. Та-та-ра-та-там! Вот это я молодец, конечно! И так, ребята, сейчас на часах полвторого ночи, и сейчас я буду писать конспект по литературе. Я, как вы видели в предыдущих кадрах, посмотрела вебинар про 12-е сочинение. Это самое дорогое, самое важное задание в ЕГЭ по литературе, и мне кажется, именно вот его нужно прям супер хорошо отрабатывать, потому что оно стоит очень дорого. Поэтому сейчас буду писать. Я все внимательно слушала, решила не отвлекаться, просто слушать, ничего не записываясь. Зато сейчас я буду все это записывать и параллельно что-нибудь посмотрю, либо послушаю какую-то спокойную, приятную музыку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В общем, я написала в основном только какую-то теорию по 12-му сочинению. Осталось тут пару сочинений именно как практика. Я хочу их тоже записать, как какие-то примеры, потому что мне нужно также читать какие-то сочинения других людей, чтобы понимать, как самой писать. Но это я уже сегодня не осилию, сейчас уже 2 часа ночи. Поэтому это я все буду писать завтра. Тут еще и работа стабальников есть. В общем, я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Постараюсь как можно чаще их снимать. Не забывайте подписываться на мой канал, мне будет очень-очень приятно. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока!